Ты сейчас занимаешься тиктоком. Я сделала 7 миллионов подписчиков за год. У тебя там 120 тысяч подписчиков, у тебя серебряная кнопка. Это моя мечта. Я выкладываю, сразу вижу просмотр, и я такая... Фууу. Мечты, денежные потоки. Работает это, либо не работает. Это действительно классный способ органического роста. Вот ты в детстве была красивая. Меня растили с мыслью, что я красивая. Во сколько ты начала лет краситься? Брови я хрен начала уже с 9 класса. Ты недавно сделала грудь. Операция шла 24 минуты. Чик-чик, засунули, склеили. Максим как отреагировал? Влада, давай купим какие-то секси-наряды. Всем привет, меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Здесь мы разбираем косметички известных людей, говорим о косметике, любви, отношениях и красоте. Сегодня у меня в гостях моя давняя подруга. Немного людей я могу назвать друзьями. Мама моего тиктока. Это человек, который родил мой тикток, и не только мой, но и Лан. Человек, который знает о продвижении и все. И девушка просто красивая, с классными отношениями, с классным парнем. В общем, нам будет о чем поговорить. Влада, привет. Привет, Аня. Я очень тебя ждала. Мне очень приятно. Да, потому что Влада сейчас практически не живет в Киеве, только вернулась с Праги, сейчас улетает на Баге, и вот мы ее поймали в нужный момент, чтобы сделать интервью. Ты сейчас занимаешься тиктоком, да? Да. Этим мы занимались плотно целый год, разобрались полностью, как работает тикток. И сейчас я переключаю свое внимание не только на тикток, но и на инстаграм. Потому что в тикток я сделала 7 миллионов подписчиков за год, и мы, в общем, от а до я поняли, как работают алгоритмы. И теперь наша основная, скажем так, классификация, это мы помогаем другим заходить непосредственно в тикток. Я понимаю, что это уже все работает, это кипит, то есть это дорожка, поезд едет. И мне теперь стало интересно разобраться, а как же работает инстаграм. Потому что за сколько там, 10 лет в инстаграме у меня не получилось набрать ни миллиона подписчиков, той славы, о которой я мечтала, допустим, как в тиктоке. И поэтому я решила, что пора регистрироваться заново в инстаграме. И сейчас я перешла с аккаунтов 120 тысяч подписчиков на новый, на котором у меня сейчас 4 тысячи подписчиков. И там я развиваюсь абсолютно органически, не использую ни гивы, пока что, ну, нет, не так, пока что слово к следующему предложению. Гивы не использую, пока что не использую таргет, никакую закупку рекламы, только органический рост просто благодаря контенту. Вот у меня 4 тысячи подписчиков, в среднем в неделю я охватываю, охвачиваю 300 тысяч аккаунтов, то есть общий охват. Посты у меня набирают минимум 20 тысяч, охвата. Да, при 4 тысячах подписчиков. И теперь, в общем, мой фокус внимания на том, как развиваться в инстаграме, понять. Потому что в тиктоке мне все понятно, как божий день. А почему сейчас инстаграм? Ты видишь там больше перспектив? Не могу сказать, что где-то больше, а где-то меньше перспектив. Просто, опять же, повторюсь, в тиктоке налаженная работа, у меня там есть аудитория, то есть я там все поняла, реализовалась. Это уже неинтересно, да? То есть как бы там все по накатанной, все, мне понятно, я знаю, что я буду делать в тиктоке через год, грубо говоря. Что ты будешь делать в тиктоке через год? Снимать туда ролики и благодаря тиктоку, как в свое время благодаря инстаграму, получать работу с брендами, как я это и делаю, путешествовать за счет большого аккаунта. Но такие же ролики ты будешь снимать или другого формата? Другого. Сейчас на моем аккаунте можно найти видео, где я в розовом парике, у нас все такое беленькое, розовенькое. Я наигралась в этот образ, он очень классный, он был очень классным, коммерческим, его очень многие подхватили, то есть он такой яркий, запоминающийся. Но сейчас я хочу вернуться к образу Влада Гармаш. Вот блондиночка, я и вот без парика, скажем так. Да, там будут более, что ли, возможно, лайфстайловые какие-то видео. То есть ты будешь проще продвигать себя, как Владу Гармаш? Да, да. И когда же ты начнешь петь, как все тиктокеры? В следующем году. Я думаю, в следующем году надо начать, может, на Бали найду какого-нибудь себе... Продюсера? Может быть, просто хотя бы учителя по вокалу и хотя бы минимально там связки как-то разогнать. И я думаю, в следующем году обязательно какой-нибудь трек запишу, обязательно. Ты мне принесла косметичку. Да. И отдельно у тебя здесь по нитро сразу теней. Да. Почему? Почему ты их в таком формате? Так как я в прошлом бьюти-блогер, и вот как раз-таки бренд Элан и аккаунт Элан дал мне это реализовать в полной мере. У меня, естественно, как у бьюти-блогера было миллион палеток. Просто миллион. Ну то есть, ну прям, у меня до сих пор очень много косметики. И мне Максим не разрешает возить с собой всю косметику. Мы ругаемся из-за этого. И я что решила? Вот элементарно палетка Анастейша, но она весомая. У меня таких минимум четыре. Плюс худо-бьюти две. Плюс сто, плюс сто, плюс контуринг. И оно у меня, короче, отдельный чемодан косметики получается. Я нашла выход. Мне все цвета не нужны. Мне нужны самые любимые. Обычно это три-четыре цвета из палетки. И я решила, надо с этим реально покончить. И буквально вчера мы с сестрой химичили, заливали, значит, спирт в палетки, чтобы отходил от клея. И я решила, что я вот, я вчера протестила все свои палетки и решила, что вот эти цвета мои самые любимые. Идеально просто. Это Элан. Элан. Конечно. Очень приятно. Мне очень просто удобно, так компактнее. Я просто смотрю на вот эту гору, из которой я повыбирала по несколько рефилов, и я сравниваю с этой палеткой, и я такая, о боже. Блондиночки, сфотографируйте себе, сделайте скрин цветов, который вам идеально подходит. Здесь прям идеальная подборка на все случаи жизни. Из тональных кремов у тебя виши. Да. Маленький. Люблю его, да, переливаю себе постоянно с полноценной в маленькую. Мне такого маленького на полгода хватает, примерно. Цвет какой у тебя? Вверху там написано... А, 0,9, Агат. Да, такой загореленький он. Я люблю позагорели личико. Да, я тоже с этим абсолютно согласна. У тебя, кстати, как у бьюти-блогера, очень все сразу, покажем, две палитры Диор. У них нет рефилов. Они пожмотничали. У них это все на пластмассовых, не на пластмассовых, на таких резиновых штучках держится. То есть приклеить не на что. Да, 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 я поняла. Поэтому так бы я тоже сюда бы засунула, но они, к сожалению... Просто эта палитра у нас в каждом видео. Мне кажется, Диор мне уже должен доплачивать за то, что я каждый раз в каждой программе показываю их контуринг. Они правда молодцы. Ну, Диор Бэкстедж — это прям моя любимая линейка. И говорят, что ее скоро закроют. Да, да, не будет ее. А ты мне скажи, вот ты в детстве была красивая, ты ощущала себя красивой? Да, меня растили с мыслью, что я красивая. Мама говорила, что я красивая. При том, что когда я смотрю на свои старые фотографии, я понимаю, что для себя я не очень красивая. Но в тот момент жизни мне всегда казалось, что я такая симпатичная, да. То есть у тебя были мальчики, да, там, в школу за тобой ухаживали? Нет, 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 не ухаживали у меня. Меня в школе дергали. То есть мне мама так объясняла. Я у мамы спрашивала, что меня дергают. А меня доставали. Обижали, да? Да, доставали девчонки и парни меня доставали. А почему? Что именно? Вот я у мамы спрашивала, что я была и не отличницей, и не двоечницей. То есть, грубо говоря, я не была отличницей, которая не дает списывать, чтобы ее не любили. Нет, это не тот сценарий. Двоечницей не была, чтобы меня там сильно как-то унижали. Нет, я была что-то между. И просто тихонечко вот я себе жила. И мама мне говорила, что мне просто девочки все завидуют, а мальчикам я всем нравлюсь, но они не могут себе в этом признаться. Мама молодец. И я-то с такой мыслью росла, что меня все не любят, потому что все мне завидуют. А на самом деле, как ты сейчас смотришь на эту ситуацию? Почему это было? Я вот буквально недавно вспоминала, меня триггерила эта детская история, вот что, что меня некоторые люди дергают, что они меня достают. И я не нашла ответ на этот вопрос. Не знаю, просто я какая-то неравнодушная для многих. Как-то вот меня люди любят что-то дергать, не знаю. Во сколько ты начала лет краситься? Мама мне в седьмом классе разрешила накрасить ресницы. Я была счастлива. То есть тебе с детства нравилось краситься? Да. Брови я хрен начала уже с девятого класса. У меня прям я брови, карандаш, все дела. То есть, да, жестко я прям красилась. Как ты пришла вот к тому, что ты стала бьюти-блогером? Что тебя сподвигло к этому? Потому что ты-то начала с блогинга бьюти еще до того, как ты даже, ну там, научилась краситься, ну мне кажется, да? То есть это оно пошло как-то извне. Да. И ты этим давно занималась. Я еще не знала таких людей, как блогеров, а ты уже этим занималась. Наверное. Я уже так не помню. Я помню, что даже вот первый ютуб-канал, ну не первый, а последний, который у меня был. Первый и последний. Первый и последний я завела в 2015. Я вот пересматривала свои видео. Да, я очень там такая растеряшка-потеряшка, но я вот смотрю, волосочки все приглажены, стрелочки аккуратненько накрашены. То есть на тот период максимум, что я могла делать, там вот по макияжу и по прическе, я выглядела как могла, вот на супер. Мне всегда это импонировало, крутиться, краситься. А потом уже осознанно, наверное, в 2019-м, меня пригласили в Никс Академию обучаться на две недели. И я поняла, что это хорошее, там есть деньги, то есть финансирование брендов. И я поняла, что все, надо нырять в это профессионально. И я начала снимать бьюти-видео, вот эти вот, которые такие, с классным размытым фоном, с подклассную музыку, с классным монтажом. И у меня пошло, у меня начали органически продвигаться ролики тогда. И вот меня это затянуло профессионально на год. Потом я поняла, что в этом не так много денег, как бы я хотела. Что многие бренды хотят просто по бартеру работать. И я потихонечку от этого отходила, отходила, отходила. И вот ни за граммой появился тикток. И вот так вот я с бьюти перешла на тикток. Но ты не ведешь свой ютуб уже полтора года. У тебя там 120 тысяч подписчиков. У тебя серебряная кнопка. Это моя мечта. У меня подписчики набираются, но очень так постепенно. Кстати, подписывайтесь обязательно на мой канал. Ставьте лайк, колокольчик и пишите комментарии. Я все комментарии читаю. Ты не хочешь его возродить, но это, мне кажется, очень хорошая тоже инвестиция, над которой ты давно работала. Хотелось бы, возможно, войти туда с шортами. С новым форматом, коротких роликов. В теории то, что я снимаю в Reels, то, что я буду снимать в ТикТок, это все можно как бы пилить в шорт. Но я считаю, если заходить даже в те же шорт, хотя бы нужно с каким-то... Упаковать это, да? Не упаковать, а сразу, чтобы было много. То есть, грубо говоря, зайти и публиковать там минимум 5 роликов в день, да? Чтобы заходить с букетом уже подготовленных видео, а не сербать по одному видео в день. То есть, мне так кажется. Я так... Это моя, в принципе, стратегия была. И в ТикТоке, и в Инстаграме. Это много контента сразу. И вот запастись побольше контента. Для этого мне нужно просто создавать контент в Reels, в ТикТок, и это все в шорт. Но у тебя сейчас вот каждый раз, ты говоришь, Reels, 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 это сейчас самое основное, на что ты тратишь свое время, да? Именно на создание Reels. Да. Но у нас в Украине их не видно. Появятся ли они у нас, не появятся. И есть ли смысл их выкладывать, если их не видно в общей как бы ненте в плане своего аккаунта? Я вот как бы тоже украинка, но у меня Reels есть. Я рассказываю, как их подключить. Это несложно. У меня они появились спокойно. И на старом аккаунте моем, и на новом моем появились. И я рассказываю своим ученицам, как сделать так, чтобы у вас, даже если вы в Украине, появились эти Reels, потому что это действительно классный способ органического роста. У меня при моих 4 тысячах подписчиков Reels набирают 250 тысяч просмотров. Видео, которое я выставила 3 дня назад, 75 тысяч. Видео, которое я выставила 2 дня назад, на нем 35. И на вчерашнем ролике за 18 часов примерно 18 тысяч. То есть виральность видео, там, X5, X10, X100, вообще на изи. И меня это очень сильно вдохновляет. Я выкладываю, сразу вижу просмотры, сразу вижу подписчики. И я такая, фух. Ну дай какой-нибудь секрет моим подписчикам. Вот что лучше всего снимать в Reels, сколько он должен там быть по секундам. И это все-таки делать самому, либо привлекать кого-то, например, на съемку Reels. Снимать точно самому. Я снимаю все ролики сама, абсолютно. То есть штатив, я и все. На телефон. Да, на телефон. Я не снимаю на камеру. Не усложняйте себе жизнь, не снимайте на камеру. Просто телефон, хорошее освещение. Видео 3, 5, 6, максимум 10 секунд. Не длиннее. Чем короче, тем лучше ролик. То есть вот 5-7 секунд это средняя предложительность моих роликов. Давать пользу. То есть даже если это просто какая-то картинка, но если на ней есть смысл, это... То есть можно, например, надписи какие-то делать. Как там спечь пирог. Да, там то-то, то-то, то-то. Да. И ингредиенты. То-то-то-то-то смешать, то-то-то-то-то получится. То есть вот что я говорю на своем обучении. Пережеванная польза. Она должна быть настолько очевидна и понятна, что после этого видео, 5-секундного, я такая... Блин, круто, я поняла. До меня дошло, да? Я не зря свое время потратила, потому что мы, многие, мы тратим время на скроллинг. И чтобы оправдать этот скроллинг, мы такие, блин, за то есть... Я вот сохранила рецепт пирога, макияжа, тональных, а еще меня тут вдохновила фраза. Мы тем самым оправдываем свое скрольнее лентой. И поэтому вот это вот, то, что мы потребляем, 5-секундное, должно быть полезным. А нужно писать описание, комментарии к рилсам? Да, да. Есть классный формат роликов, где, допустим, ты говоришь, допустим, такое видео. 5 лучших тональных средств. Читай описание. Видео буквально 3 секунды. Там ты даже не говоришь. Ты можешь просто такая постоять. А тут написано 5 тональных средств. И потом читай описание. Видео 3 секунды. Человек открывает описание, и ты пишешь там. Huda Beauty, Dior, Estee Lauder, ля-ля-ля. Тебя расписываешь, для какой кожи. И пока человек читает видео, проигрывается. Он его сохраняет, отправляет подружке, у которой такая же проблема. Все. Круто, Нюта, запиши. Нам такое надо. Польза не только для подписчиков, но и для меня. Кстати, каждый раз, когда встречаюсь с Ладой, такая, ага, нужно еще это, 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 это. Ты сейчас больше уделяешь своим обучением в плане, не знаю, правильно это будет назвать, либо нет, духовного развития, мечты, денежные потоки. Работает это, либо не работает? Работает. И почему ты к этому пришла? Работает. Я, меня растили с таким убеждением, что будешь много работать, будешь много зарабатывать. Я думала, что это тоже так. Оказалось, что это не так. Оказалось, что когда я не работаю, я зарабатываю в 10 раз больше. Как не работай? Не напрягаясь, не делая все за десятерых человек. Потому что раньше я как? По принципу, я лучше все сама. Сама сниму, сама смонтирую, сама напишу сценарий, пока все-все-все-все-все. А это не есть, это не есть залог успеха делать все самим. Можно знать, как это делается, но делегировать это. Хорошо все уметь, но не дай бог самой все делать. Да, отличная фраза. И мне просто эта тема импонирует. Я тоже хожу на обучение, смотрю, и я смотрю, что там в расслабленности больше зарабатываю, что когда я не суючусь, у меня все больше порядка. И я внедряю это в свою жизнь, я вижу, как это работает. Самое главное, это внедряет Максим. Мужчина вообще тяжело какие-то такие вещи доносить. А теперь он мне звонит, и бывают такие фразы, говорит, я вот слушаю и думаю, да ты шо? Да ты шо? То есть он такое что-то там, у него, он говорит, вот, хотел купить колонку, но такая какая-то ненужная растрата, но решил, что лучше я потрачу, деньги сами придут. И в этот же день у него, допустим, наушники, которые он продавал два месяца, никто не покупал, а тут купили. Он говорит, Лада, представляешь? Да. Деньги приходят на запросы. Я говорю, моя ты зая, мой ты хороший. Дай, например, пять каких-то вещей, к которым ты дошла и которые улучшили твою жизнь. Вот что-то такое. Ты же когда что-то смотришь, либо читаешь, ты пропускаешь через себя, и оно у тебя уже триггерит совершенно по-другому. Вот что, например, тебе прям три какие-то твои такие фишечки? Тратить деньги на себя, покупать себе самое лучшее. Это не значит, что брать в долг, просто покупать себе самое лучшее. Дальше это больше отдыхать, больше отдыхать. Прям один день в неделю лежать, ничего не делать, как минимум. И деньги приходят на запрос, соответственно, нужно написать, о чём ты мечтаешь, иначе они не придут, потому что они не понимают, а зачем они нужны, если тебе и так на всё хватает. Я, кстати, по поводу отдыхать абсолютно согласна. Я изучала эту тему, мне было очень интересно. Я ходила к биохакерам мозга на мастер-классы, и оказывается, это доказано, что наш мозг во время того, когда мы, кажется, ничего не делаем, на самом деле он в этот момент думает. Потому что в другие моменты, когда мы читаем книжку, когда мы едем там и слушаем книгу, наш мозг просто воспринимает информацию, но он не выдаёт нам результат. И когда я чувствую, что мне нужно вот, знаешь, у меня депрессия, ну не столько депрессия, сколько ты устал, а тебе нужно найти какой-то выход, либо презентацию что-то придумать, я просто день ничего могу не делать. Смотреть фильм какой-то дурацкий, причём чем более дурацкий, тем лучше. Чтобы мозг твой даже не напрягался. Какую-то комедию, особенно если ты её уже миллион раз видел, и ты её ещё раз просто на фоне найдёшь. У тебя это реально работает, на мне это тоже проверено. Ты в детстве считала себя красивой, ну как бы ты на самом деле красивой очень, я тебя тоже считаю красивой, и в детстве тоже. Но ты недавно сделал грудь. Почему? Да. Это об уверенности, об неуверенности, о давних желаниях. Я знаю, что одна грудь куплена тобой, одна грудь Максимом. То есть Максим тоже в это вложил. Да. Он не согласен на меньшее. Да, да, да. У меня никогда не было комплекса груди. То есть меня в детстве дёргали за это в классе шестом, когда у всех уже начала расти, а у меня нет, и меня типа подёргивали. Что ты говоришь, плоская там? Да, плоская доска. Ой, классно. Вот. И я, ну конечно мне было обидно, потому что я не понимала, я же не могу никак на это повлиять. Это же не то, что я плохо сдала предмет, это я не могу на это повлиять. И у меня прям, знаешь, как принято говорить, но не принято говорить, но у меня были такие все девочки, ну вот у них уже в седьмом классе, у них уже была полноценная грудь. Они ходили с лаковыми сумками, а я ходила с рюкзаком розовым, понимаешь? То есть они уже носили ботильоны на большом каблучке, а я, блин, такие фуфайки. И на фоне, я думаю, мальчики видели и такие типа, ну это класс, а Владка малая. И как бы на этом фоне я плоская доска. Ну я там поменяла школу, когда меня сильно замучили. Прям настолько, да? Да, замучили прям меня. Поменяла школу, а потом, уже когда все закончилось, там учеба, когда у меня начались какие-то серьезные отношения, как-то моим молодым людям это было, ну не дико важно. То есть никто меня, абьюза не было как такового. Типа, тебе бы надо бы, как-то все это было настолько нормально. То есть я жила, все у меня нормально. Но я просто такая сидела, мы уже обсуждали, куда мы летим на зимовку. И мы такие, мы летим на Бали. И я такая, блин, было бы классно новую грудь и под нее новые купальники. И вот эта вот мысль, ассоциация новая грудь, новые купальники Бали. Я такая, все, есть задача, надо выполнить. И я к этому так легко отнеслась. А Максим как отреагировал? Ты говоришь Максиму, хочу сделать грудь. Мы обсуждали это, наверное, полгода назад, первый раз. Я говорю, а что если я сделаю? Он говорит, давай. Он меня в любых начинаниях поддерживает. Он всегда любит, когда я ярко накрашусь. Если я как-то, он наоборот такой, Влада, давай купим какие-то секси-наряды. То есть он такой, просто я слышу от подружек, мне не разрешают там ярко краситься, мне не разрешают носить короткое, мне не разрешают то. У меня Максим наоборот такой, давай, 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 давай. И он очень легко к этому отнесся. То есть я сразу ему спросила, я говорю, ты участвуешь в этом финансово? Он сказал, да, и всё. И дальше он уже позвонил, меня записал к врачу. То есть он позвонил? Да, я попросила его, я боюсь, я боюсь звонить. Я представляю, когда звонит мужчина, знаете, можете мою жену, девушку, ой, какая ошибка по Фреду Максим, мою девушку можете записать на руль. Мне кажется, там все такие, ой, вот это молодой человек какой классный. Да, и в общем всё, и так оно закрутилось, и там всё так сложилось. И дата операции мне подходила, и по скорости реабилитации, и доктор, и всё-всё-всё-всё-всё-всё. И то есть я это не делала с мыслью, о боже, я не могу жить маленькой грудью, или я себя не принимаю. Я просто такая подумала, блин, просто с ними будет ещё лучше. А было страшно вот перед операцией, там что не понравится, например, ещё что-то, был внутренний страх? Первый раз, когда меня размотали, я смотрю и думаю, блин, сделала маленький, надо было больше. Потому что они настолько сильно были прижаты, потому что это сейчас я в белье компрессионном, а до этого я была просто обмотана, и оно же так сильно, и мне снимают, а у меня как будто моя грудь. Она просто настолько сильно прижата, плюс она отёкшая, и я у меня вот эта мысль, я лежу и такая, я сделала маленькую грудь, надо было больше. Но сейчас уже нормально. Часть меня уже попустила, она как будто бы так распрямилась, что ли, потому что реально как-то её попустила, плюс у меня там ткани начинают потихонечку растягиваться в нужном, как сказать, как-то физиологически в общем. И я такая думаю, не, всё нормально, с нужным размером. А по поводу страха, я давала себе отчёт, что я иду в безопасное место, я доверяю пространству, но перед наркозом вот тут слёзки текли. Но у меня был класс анестезиолог, она говорит, что тебе налить? Я говорю, апироль. Она говорит, сейчас будет. Она говорит, куда летим? Я говорю, на Мальдивы. Она такая, всё, сейчас полетим, пристёгивайся. И я очень плавно вошла в наркоз, плавно вышла, очень такая разговорчивая, рассказывала им истории одну и ту же по кругу. Во время наркоза, да? Да, 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 уже когда выходила. Операция шла 24 минуты. А, то есть чик-чик засунули, склеили и всё, да? Чик-чик-чик, и на следующий день отправили. Вот это уровень. Знаешь, что мне сейчас очень классно, раньше, ещё 5 лет назад, спросить у девушки, «Ты что, сделала там грудь или ты сделала губы?» «Да нет, это всё моё, да, я никогда не делала». А сейчас настолько свободно, да, и говорят не потому что, либо раньше оправдывая себя. «Да, я сделала грудь, потому что у меня там обвисло из-за беременности». Да, да, потому что я родила уже двоих, я этого достойна, я живу с этим комплексом 24 года, я наконец-то себе разрешила. Нет, у меня такого не было. Слава богу, мы живём в такое время, когда сказать, что ты сделала грудь, для меня это вообще… Это нормальные вещи. Вообще мне не постыдно, ни капли, мне даже об этом мысли никакой нет. 5 лет назад я снимала видео на YouTube о том, что я никогда в жизни себе ничего не сделаю. Я говорила, ни губы, ни нос, ни грудь ничего не сделаю. У меня было очень много лишних убеждений, то есть я была такая немножко забитая в своих каких-то убеждениях. А сейчас я на таком легке губы делала, всем советую, грудь делала, всем советую. С тобой так интересно, что тут у тебя ещё? Шанель. Шанель, да, пудрочка. Мне кажется, я даже видела, ты недавно её покупала. Да, буквально, наверное, месяц-полтора назад. То есть лайк тебе понравилось? Да, да, мне нравится. Выглядит очень красиво, лимитированная версия. Не важно, чтобы было красиво. То есть тебе важнее, даже если будет такая же пудра, но не такая красивая, ты всё равно купишь подороже, ну чтобы красиво. Да, и знаешь почему? Потому что я уже была, я уже прожила тот этап, когда мне не важна была упаковка, а важно было качество. Из-за того, что я была бьюти-блогером, профессия заставляла перепробовать всё. И я пробовала как там самые дешёвые тени за 50 гривен, так и люкс. И то есть профессия позволила всё узнать. И теперь, когда я уже не бьюти-блогер, а для себя, для себя я выбираю красивую упаковочку. Кайфовую. Кисточка Элан, очень приятно. Она есть, кстати, тоже, все, кто ко мне приходит, приходят с этой кистью. Это такой бестсейлер, кисточка номер 7, идеально для скловой коррекции. Я и пудрусь ей полностью, и делаю контуринг. Скловую коррекцию. У меня тоже, кстати, есть эта помада, и этот цвет 208. Это Yves Saint Laurent. Да, да, да. Мне нравится очень эта помада. Ты часто красишь красные губы? Нет, не часто, но хотелось бы чаще. Просто нужно как будто себя не то, чтобы заставить, а просто сказать, Влада, сделай. Максиму нравится красный? Да, да. То есть он, давай сегодня не стирай на вечер, да? У меня просто Антон постоянно говорит, ой, ты с красными губами, пожалуйста, не стирай. Мы потом как бы это, и дальше можешь уже идти умываться. Ты вообще часто красишься? Каждый день красишься? Да, каждый день. Интенсивность меняется. То есть, допустим, вот пока у меня там была операция, вот это вот все, я консилер, оп, бровки зачесала, реснички, блеск, все. А если мне надо чуть посильнее, то это растушеванная стрелка, тон, контуринг, брови, реснички и губы. Ты мне скажи, вот вы вдвоем как пара, да, два блогера. Как вам вообще живется? Один в телефоне, второй в телефоне. Сколько у тебя вообще экранное время? Сколько ты в телефоне находишься? Я боюсь даже посмотреть. Сижу много, я это вижу. Я вот сейчас в гостях у своей сестры. И когда я живу с Максимом, мне кажется, что я немного в телефоне. Но когда я в гостях у сестры, я вижу контраст. Я прям ловлю себя на мысли, я сижу много, потому что она сидит очень мало. И она прям просит меня, Влада, телефон, и такая, хорошо. Смотри, у нас были конфликты на этой почве, когда Максим не был блогером. Мы прям ругались, что я в сторисе сижу, что я долго все снимаю, долго все монтирую. Слава богу, пришло время, когда он тоже стал блогером, он извинился за те все буянства. И теперь он говорит, господи, как я тебя понимаю, это целая работа, это все снимать, монтировать. У него, слава богу, сторисмейкер есть, но все равно. Давай объясним. Сторисмейкер – это человек, который что делает? Который за тебя оформляет сторис. Ты ему говоришь, что у тебя будет. То есть ты ему, грубо говоря, можешь накидать фотографии, ты можешь ему накидать информацию, что будет, а он уже это красиво оформляет. Фирменные цвета, шрифты, модики и всякое такое, чтобы это все гармонично смотрелось. Это отнимает много времени, правда. Да-да-да. И он просыпается, у него уже готовые сторисы, он их просто публикует. Это очень удобно. А раньше ты ему помогала, да? Он как раз-таки завел блог и сразу завел себе сторисмейкера. А видео снимаешь ты ему и монтируешь? Да. То есть это все видео в вашей семье создаешь ты? Да. А Максима какая роль? О, очень большая. Он все это дело держит. То есть все, что касается доведения клиентов до результата, все, что касается поддержки, коммуникации. Самое главное за коммуникацию в нашей паре отвечает Максим. Мое умение общаться с людьми куда-то испарилось за последние три года. Мне страшно позвонить, записаться к стоматологу. Говорю, Максим, пожалуйста, позвони. Не могу. Мне вот почему-то я себя обратно к тому, что я умею, возвращаю. И вот Максим это человек, который нас совсем не связывает, коммуникацию поддерживает. Он с тобой, по-моему, общается чаще, чем я с тобой, потому что вот он такой общительный. А мне сложно. Мне очень сложно. Поэтому Максим это все, что человеку не видно. Это все, что остается за кадром. То есть я смонтировала видео, вот готовый продукт. А все, что там внутри видео, это то, что Максим уже делает. То есть он такой серый кардинал, по факту, который много делает всяких технических таких моментов. Но теперь он работает и над личным брендом. Вот что Инстаграм и все там духи. Пару трендов Инстаграм. Если люди не знают, о чем вести свой Инстаграм. И вот у нас часто возникает такой вопрос. Я специалист-визажист, но я и личность. Нужно мне два отдельных заводить аккаунта, либо один общий заводить. Как ты считаешь? Один общий я считаю, потому что личный бренд. Личный бренд, он только он продает. Почему, допустим, ты не знала Максима, когда первый раз мы пришли на консультацию. Потому что я такой ходячий баннер. Влада Гармуш равно ТикТок. То есть я с собой привлекала к нам клиентам, а Максим доводил их до результата. Но теперь, вот видишь, Максим такой же по уровню специалист, как я. То есть топ. Но из-за того, что у него не такой раскачанный личный бренд, его меньше кто знает. Но это не значит, что он плохой специалист. Поэтому он сейчас раскачивает свой личный бренд. И не только как ТикТок-эксперта, а как мужчину, его интересы, его женщина. Как он путешествует, как он живет, как он зарабатывает. Как он зарабатывает благодаря ТикТоку. И вот это вот все вокруг личного бренда. Поэтому бьюти-специалистам я бы не делила. Вот Гуар. И пластическую операцию делает, и косметику там делает, и обучает. Все в одном. Личный бренд. То есть где-то 30% о себе, 30% о работе, и какие-то еще 30% свои интересы, о проектах. Да, то, что я вот говорю. Мета-сообщение. Что это такое? Это вот значит, у меня есть кисточка, Иван. И у тебя. То есть у тебя есть корова, и у меня корова, значит нам есть о чем поговорить. То есть чем больше вот таких мета-сообщений, чем больше у нас с тобой коров, или допустим, у тебя есть баночка виши, и у меня, мы это уже можем обсудить. У тебя есть то-то, и у меня, и мы это уже можем обсудить. И чем больше у нас таких связей, тем больше нам кажется, боже, мы с тобой так похожи. Слушай, нам есть о чем с тобой поговорить. И ты такая классная по этому, потому что у нас общая интересность. И вот это все обрастает личный бренд вот этими сетями мета-сообщений, что типа мы схожи, а тут у нас в отношениях схожи, а тут у нас мужья похожи, тут у нас дети одинакового возраста. И, конечно, вот это вот все позволяет легче потом совершать покупку услуги макияжа или еще чего-то. То есть вот это вот все вот так вот обрастает. Сколько в сторисов надо в день выставить? Наверное, 20-25 в среднем. Тут главное не количество, тут главный смысл, который мы вложили сегодня в сторис. Что мы сегодня показали? То есть стори-тейл должен быть? Да, стори-тейл. Начинаем развивать одну какую-то тему. А что лучше заходит? Разговорящая голова, либо написанные какие-то фразы? Микс. Надо микс, надо, к сожалению, танцы с бубном. То есть это одна головой, одна текстом, другая — это видео просто с текстом, другая — это картинка с текстом, четвертая — это опять голова. То есть чтобы ему было интересно смотреть, когда у меня была операция, я понимала, что эта тема в принципе интересная, и я себе позволяла записывать четыре говорящие головы, потому что я понимаю, что процесс реабилитации всем интересен. И они досмотрят даже без подписей, даже без каких-то там спецэффектов, они досмотрят, потому что им интересно. Но если я понимаю, что мне нужно вовлекать, то да, это одна сторис, один смысл, одна сторис, один смысл. То есть чем меньше текста, текст компактный, четкий, то есть кратко доносим мысли, чтобы человек такой, типа, знаешь, интересная книжка с картинками, вот, чтобы и текст был нормальный, и картина, потому что когда я вижу много текста, я даже не начну читать. Да-да-да. А вот должно быть и картинок много, и текста. Насколько у тебя повысилась активность в сторисах, когда ты делала грудь? Повысилась, наверное, где-то на тысячу, на тысячу, и сейчас она стабильно, я думала, пройдет грудь, и как-то уйдет статистика, но нет, она поднялась, потом чуть-чуть опустилась, и теперь она стабильно, как на грудь. То есть у меня сейчас 4 тысячи подписчиков и 3 тысячи охват в сторисах. Круто вообще. И мой вопрос, последний. Счастье в красоте? Философский вопрос. Философский вопрос внутри, во внутренней красоте. Потому что если ты считаешь себя красивой, то вот эта вот твоя внутренняя вера в то, что ты красивая, это и будет транслироваться миру. Вот так вот. Во внутренней красоте. Вот это вот. Потому что можно быть и без груди, и без красивых бровей, но чувствовать и подавать себя так, что ты звезда, и ты будешь звездой. А можно и с этим всем чувствовать себя плохо, и чувствовать себя некрасивой. Поэтому в красоте внутренней И в вере в то, что ты красивая Класс, спасибо большое, что пришла ко мне У меня есть к тебе подарок Как раз Новый наш броу-топ для бровей Проэкспериментируешь И то, что я еще хочу тебе подарить Как раз вы с Максимом сегодня Свеча Hot Fiert Это подарок Максиму Спасибо большое Ой, спасибо большое Спасибо вам большое, что досмотрели видео до конца Ставьте лайк, колокольчик и подписывайтесь До скорой встречи в четверг